Всем привет! Сегодня я хочу показать вам как себя чувствует моя рассада, но больше всего радует рассада перчиков. Я ее сажала первый раз и она у меня в общем-то очень хорошо удалась, намного лучше чем другие. Вот я буду еще сажать перчики на днях в улитку, поскольку мне некуда уже совершенно ставить рассаду, у меня все забито и она однозначно здесь у меня или вытянется или пропадет, распикировать мне тоже некуда, поэтому остается только один выход крутить эти рулоны. Вот я заодно и вам и ответила на вопрос, который очень часто задают, почему нельзя посадить обычным способом. Ну конечно, если у вас хорошая погода, солнышко, вам в этом плане повезло, вы можете вывести свою рассаду, распикировать, вывести на огород и накрыть пленкой, а мы не можем даже ее вывести на огород. Я вам показывала два дня назад видео, что творится у нас на огороде, сугробы и земля еще покрыта ледяной коркой. Я вот съездила и простыла, как же я могу туда вывести свою рассаду. Вот такой вот красивый перчик получился, его нужно уже рассадить в отдельные горшочки, я уже все приготовила, но вот сейчас пока еще она себя чувствует хорошо, как-то не хочется ее трогать, торопиться, поскольку эти горшочки мне некуда будет поставить. Сейчас я ее рассажу и будет мало света и они в общем-то все попадают и вытянутся. Я в общем хочу еще подержать несколько дней ее вот так, как только увижу, что она себя плохо чувствует и начинает заваливаться, то тогда я все это рассажу. Пока я вот так переворачиваю, если она наклонилась вот в ту сторону, я ее разворачиваю, чтобы она вот так вот потянулась к свету и уже наклонялась в другую сторону. Вот это нужно обязательно делать, переворачивать, иначе у вас все листики будут расти на одной стороне, будут развернуты к источнику освещения. Смотрите, 7 апреля идет дождь, лежит снег, ни одного еще не было дня у нас солнышко, то есть каждый день вот такая пасмурная погода, тучи, настолько темно дома и на балконе, рассаду держать просто-напросто негде. Вот так приходится приспосабливаться, поставила тазик вторым ярусом, естественно, рассаде темно и на улице очень темно. Вот поэтому мы ищем способ, как нам выращивать рассаду, не проводя пикировку. Если сейчас я все вот эти помидоры распикирую, я просто не представляю, куда я такое количество поставлю. Вся рассада у нас вот так вот заваливается, поскольку лампы все-таки не дают полноценного освещения. Если для фиала-галаксини такой лампы достаточно, то для рассады помидор недостаточно. Перчик, в общем-то, доволен, но баклажанам и помидорам такая лампа не нравится, они все-таки хотят солнечного света. А где же мы можем взять им солнечный свет? Посмотрите, что творится у нас на улице. Вот я всегда сажала обычным способом. Посмотрите, как сильно вытягивается рассада. Я вас уверяю, что крышку я открыла сразу же, как только проклюнулись семена. Но света мало. На подоконник мы не можем поставить эту рассаду из-за того, что там темно. Ни одного дня не было солнышка, хотя сегодня уже почти середина апреля. Вот смотрите, как вытянулась. И вытянулась эта рассада намного сильнее, чем в улитках, которые я вам показывала. А вот баклажанчики, которые выращиваю я обычным способом. Посмотрите, вот половина из них уже попадала. Я уже сюда закапывала таблетки глиокс-1 и поливала фитоспорином. То есть все равно они у нас полегли. А вот я пересеяла уже баклажаны, но в улитку. Вот, как видите, пока они стоят бодренькие. Вот обратите внимание на этот налет. Здесь плесень. Это как раз происходит от туалетной бумаги, поскольку мы туда заворачиваем туалетную бумагу. Если бы это все стояло на солнце, никакого налета бы не было. Но поскольку света не хватает, этот налет у нас везде. Абсолютно не только в рулонах, но и в обычных горшочках. Кстати, общаясь с садоводами, в этом году практически у всех плесень, поскольку весна такая пасмурная и солнышка нет совершенно. Вот, смотрите, цветочная рассада. И вот тоже самое, вот такой белый налет. Хотя грунт у меня хороший, я его использую каждый год. Раньше никогда такого не было. Вот именно в этом году. Вот такой вот белый налет, плесень. Вот так лесом у меня взошел мемулюс. Я даже не ожидала. Раньше поштучно продавали эти семена мемулюса. Там было по 10 штук. А это вот я нашла за 15 рублей. Пакетик там вот так вот их миллион. Я даже не знаю, как я буду его рассаживать. Скорее всего, пучками. Столько места у меня нет, его распекировать. Я надеялась, что тут несколько штук зайдут. И без пекировки эта рассада у меня дождется высадки. Вот как вы видите, мелкие семена, они под лампой себя чувствуют намного лучше. А помидоры и баклажаны, они, в общем-то, не любят эти лампы. Им обязательно нужен солнечный свет. Если вы переживаете по поводу помидорчиков, которые у вас вытянулись и переросли, я уверяю вас, что это абсолютно не проблема. Уважай будет точно такой же, как и у низкорослых помидор. И еще обратите внимание, если вы сажаете высокорослые сорта помидор, которые 1,5-2 метра высотой, вот как у меня вот этот сорт, они в принципе не могут быть компактные. Они прорастают уже сразу высокие и с тонкими стебельками. Ну а если вы выбираете сорт, который высотой 60-70 сантиметров, тогда, естественно, эта рассада сразу растет компактная. Вот посмотрите, что происходит в торфяных стаканах. Здесь у меня рассада турецкой гвоздики. У меня всегда от торфа очень сильно плесневеет земля. И этот торф впитывает в себя влагу. То есть он забирает влагу из земли. Эти стаканы мокрые, а земля пересыхает. Начинаешь поливать, и получается избыток влаги. Эти стаканчики торфяные начинают преть, гнить. И вот видите, появляется вот такой налет, и все растения гибнут от черной ножки. Я поливала уже фитоспорином, закапывала таблетку глиоксадина, ничего не помогает. То есть использовать торфяные стаканы я больше не буду никогда. А вот в торфяных таблеточках как раз наоборот. Очень все растет хорошо, поскольку я еще и эту таблеточку ставлю в стаканчик пластиковый. И потом подсыпаю постепенно землю, по мере того, как растения начинают вытягиваться. Ну так я сажаю петуни. Конечно, посадить абсолютно всю рассаду в торфяные таблетки у нас не получится, потому что это дорогостоящий способ. И мы из-за этого ищем какие-то другие материалы, которые нам помогут в выращивании рассады, но будут стоить нам дешево. Я считаю, использовать дорогостоящие материалы это нецелесообразно. С таким же успехом я могу купить помидоры и рассаду петуни на рынке. Хочется вырастить, в общем-то, рассаду, чтобы она была дешевая, чтобы наш огород не обходился нам очень дорого. А вот здесь я попыталась спасти баклажанчики, и быстренько их пересадила в новую землю. Думала, это спасет их от черной ножки. Но, как вы видите, нет, поскольку настоящих листиков еще не было, были только семидольные листочки. На такой стадии очень рано их, конечно, высаживать. Но они бы все равно у меня погибли в этой общей массе, поэтому, в общем-то, рисковать не особо я рисковала, так скажем. Я, конечно, вот эти вот баклажанчики пересажу отсюда, поскольку здесь у меня плохой грунт, им не очень нравится. Ну и мне не очень понравилось сажать вот в такую вот коробку, поскольку, когда ее берешь в руки, то вот земля здесь разламывается. И бывает, что как раз эти разломы получаются в том месте, где посажен баклажанчик. Здесь мягкое дно и очень большая площадь. Я взяла двухлитровую коробку. Ну, может быть, если взять литровую, то такого не будет, хотя, в принципе, она тоже мягкая. Ну и вот этот вот блестящий слой, который должен, конечно, выручать и увеличивать освещение, он совершенно нам не помог. Но незабудкам по-прежнему нравится под лампами расти. Как я уже говорила, мелкие семена, в общем-то, хорошо растут под лампами, но плохо растут крупные семена. Им нужно много света. То есть вот эти две лампы по 36 ватт у меня получается 72. Это им маловато на такую широкую полку. Нужно больше. Но больше это я сколько буду платить за электричество, тогда мне не будет смысла выращивать рассаду. Проще ее купить. И вот, как я показывала уже свои виолки. Виолки очень хорошо растут. Им так нравится. Но вот, опять же, можно было их посадить в улитку, поскольку обычным способом посаженная виолка, вот, обратите внимание, не знаю, вам видно тут, нет. Грунт я использую тот же самый. Здесь нет никакой туалетной бумаги. Все хорошо проветривается, крышечка открыта, но все-таки налет есть. Я обзвонила всех своих знакомых садоводов, у кого рассада растет не под лампой, как у меня, а на подоконнике. И они все жалуются на то, что земля покрылась белым налетом. Но это естественно. На улице 7 апреля ни одного дня не было солнца. Ужасная темень, тучи, такое ощущение, что у нас какая-то полярная ночь началась. Так хочется уже хотя бы один день, чтобы пригрело солнышко, чтобы хотя бы рассада увидела у нас солнечный свет. Здесь у меня вербенка посаженная 18 марта. Ну вот, как видите, не все семена взошли. Некоторые семена покрылись белым пушком. То есть они уже гниют. Я вас уверяю, что перелива у меня рассады быть не может. У меня скорее будет недолив, чем перелив. И вот это как раз происходит из-за того, что очень мало света. Ну ладно, в принципе, вот здесь вот сколько взошло семян. Если из них выживут даже половина, мне этого будет достаточно, чтобы посадить грядку вербены. Вербены очень хорошо разрастаются. В любом случае на рынке у нас один кустик стоит 50 рублей. Ну а это у меня гацания. Пока гацанию тоже не буду в отдельные горшочки рассаживать, поскольку здесь вот еще достаточно пустого места. Единственное, вот где она густо проросла, нужно ее отсюда вытащить и посадить вот в эти пустующие места. Распределить ее вот так ровненько по контейнеру. И пусть здесь растет. Почему я очень люблю использовать вот такие высокие контейнеры? Изначально эти контейнеры у меня предназначались для выращивания фиалок и глоксини. Детки я выращивала. Но потом я приспособилась сажать всю рассаду. Вот я делаю горячей отверткой вот такую дырочку и накрываю свою рассаду. И здесь просто не может у нас быть переувлажнение и загнивание, поскольку здесь вот в маленькой дырочке все-таки есть вентиляция. И вот такое большое пространство вот здесь вот. Здесь как раз у нас образуется микроклимат, который подходит для растений. И там, в общем-то, нет избытка влаги, поскольку здесь очень много кислорода для растений, чтобы они дышали. Ни в коем случае не закрывайте герметично, если у вас нету никаких дырок или дренажных отверстий, поскольку растениям просто необходим кислород. Они дышат у нас и листьями, и корнями они у нас дышат. Если у вас нет внизу дренажных отверстий, то хотя бы оставляйте дырочку сверху, иначе там все у вас загниет и запреет. Ну и в завершении покажу свои писты, которые к весне расцвели, несмотря на то, что у нас очень пасмурно. Ну, они вот под лампой у меня растут. На этом я заканчиваю обзор своей рассады. Все, конечно, я вам не показала. Еще потом покажу в следующем видео. Желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Инесса. Пока-пока.